Математика в дизайне интерьера очень важна. Сегодня мы вам расскажем про основные принципы просчёта в площади и многого другого. На кухне подвесные шкафы нужно рассчитывать, исходя из роста хозяйки. Например, для женщины 170 сантиметров расстояние от рабочей поверхности до низа шкафчика составит 56 сантиметров. Иначе шишек на лбу не избежать. Перед монтажом душевой кабинки нужно измерить высоту потолков. Ведь у некоторых моделей поддон превышает 40 сантиметров, а сама модель с ванной ещё выше. Кухонную мойку рекомендуем не располагать вплотную к стене. Наличие небольшого пространства обеспечит комфортную эксплуатацию. От размещения мебели в комнате зависит ежедневный комфорт и удобство использования. При перестановке или планировании новой расстановки учитывайте оптимальные размеры мебели. От правильного расположения светильников зависит распространение светового потока в вечернее время. Люстры на длинных подвесах используются в помещениях с высокими потолками. Для типовых квартир существует расчёт высот. 120 сантиметров – высота от пола до нижнего края абажура торшера. Такое расстояние обеспечивает защиту глаз сидящего рядом с ним человека. От 130 до 150 – это стандартная высота от пола до настенного бра. А вот 35 – это длина от рабочей поверхности до нижнего края абажура настольной лампы. При облицовке дома многие закладывают бюджет в покупку самого материала. Однако это ещё не всё. Сюда же будет входить стоимость доставки, монтажа и крепления для него. Предварительный расчёт стоимости сайдинга можно осуществить самостоятельно на сайтах заводов производителя. Но следует помнить, что данные результаты на дом будут иметь относительную точность. Для работы с программой по расчёту сайдинга вам потребуется план дома, где обозначены все геометрические параметры стен и крыши. Все эти данные нужно ввести в соответствующие поля, после чего нажать «Посчитать». Для того, чтобы быть уверенным в расчётах и не переплатить, советуем обратиться в фирменные салоны «ЮПласт». Эксперты помогут всё правильно рассчитать, а в случае необходимости выйдут на заметку. Для выбора правильного отопительного котла очень важно правильно рассчитать его мощность. Ориентировочная сила его для хорошо утеплённого здания при высоте потолков до 3 метров определяется по следующим параметрам – 1 кВт на 10 метров квадратных отапливаемой площади. Но не только на основании площади дома основываются расчёты. Учитываются площадь и тип остекления, толщина и материал стен, количество точек водоразбора. Поэтому лучше обратиться за консультацией к специалисту. Очень важно, чтобы котёл был адаптирован к нашим условиям. Кроме того, дополнительное внимание стоит уделить автоматике. Следите за нашими выпусками и делайте свои дома лучше! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!